18 мая во всем мире ежегодно отмечают день музеев на мой взгляд музеи самые разные это сущность культуры того или иного народа своеобразный показатель отношения государства и общества к своей культуре и истории в общем дело важное вот и поговорим сегодня о музеях и музейщиках эта программа ваша партия один на один и я ее ведущий артем кудинов а в гостях сегодня наталья вокалова директор алтайского государственного краеведческого музея одного из старейших в сибири здравствуйте наталья владимировна рад вас видеть в нашей студии вот всегда вызывал интерес такой вопрос как вы пришли вот у всех так сказать музейщиков архивистов библиотекарей так далее как вы пришли в профессию музеи и почему музейное дело стало вот самым важным может быть вашей жизни но наверное случай мы с мамой шли подавать документы в институт педагогический институт мечтала быть филологом конечно школа сыграла большую роль и вот любимый педагог до сих пор вот помню его это школьная это школьный педагог колотаева галина владимировна какая школа давайте вы знаете я из казахстана а я из казахстана первая школа имени александра сергеевича пушкина город чемкент и в общем то галина владимировна вот вела настолько замечательные уроки что я мечтала быть филологом но по дороге в пед университет или в пед институт тогда он был пед институтом мы зашли в институт культуры где делался набор впервые это здесь у нас уже это уже да мы приехали поступать сюда да мы приехали поступать сюда получается то что я приехала на родину своей мамы и своей бабушки проходя мимо института культуры мы зашли первый набор музейщики тогда не называлась организатор музейно-краеведческой работы культуролог и вы знаете наверное настолько в приемной комиссии был эмоциональный человек что меня захватила эта идея и мы остановили здесь и подали документы в результате окончания уже начиная с четвертого курса я начала работать в краеведческом музее и затем кандидатская затем музей-город и затем круг замкнулся я вновь вернулась кроме честного вас проблема выбора перед вами не стоял вы как-то уже со студенческой комиссии знали где будете работать и уже целенаправленно хотя знаете ваше директорство это закономерный итог вообще ну хотя могу знать никаких случайностей когда на третьем курсе один из педагогов нам сказал следующую фразу когда вы будете работать в музеях я наверное одна из немногих засмеялась и сказала да кто же будет работать в музее из нашей группы это третий курс и уже начиная с четвертого я начала работать в краеведческом он можно сказать случайность не случайно хотя в жизни все закономерно наталья а зачем вообще с вашей точки зрения сегодня в эпоху интернета гаджета всяких медиа ресурсов и возможностей так далее зачем нужен краеведческий музей кто сегодня вообще ходит музеи музея ну если сказать простым языком это место где хранится история вы знаете настоящая история можно до гаджеты безусловно не присутствует в них нужно найти посмотреть но если узнать истинное настоящее почувствовать какова она действительно на вкус история в переносном смысле этого слова то нужно приходить в музее можно увидеть джаконду но вы знаете когда мне а вы знаете я тоже мне посчастливилось увидеть джаконду конечно она находится как у вас на то же впечатление что она была большой должна была быть большой можно было подойти поближе но то огромное количество во-первых иностранцев там не стоял прямо да они там делено все равно близко подойти и когда восприятие от джаконды в действительности это абсолютно другие ощущения поэтому на энергетика какая-то у каждой вещь которая хранится в музее есть своя энергетика если мы говорим о восприятии любой информации будь это музей или какая-то другая информация ну вот в частности допустим книга вот эти пять органов чувств через которые мы воспринимаем жизнь они на нас очень сильно влияет и музей отдает одну из возможностей воспринимать нашу историю через пять органов чувств и сегодня над этим музей работает понятно ну если будем говорить о вашем музее что является предметом вашей гордости какие музейные фонды коллекции вашего музея но действительно ну отличают что ли ваш музей от других чем вы особенно гордитесь и как они вообще музейные фонды ваши пополняются сегодня ну можно сказать с уверенностью что каждый предмет он уникален но есть чем мы гордимся мы конечно гордимся те той модельной коллекции которая конечно у нас сохранилась не в том объеме в котором она была в 1823 когда открывался музей но у нас сохранились модели машины ивана ивановича ползунова змеиногорского рудника нам очень приятно то что в нашей коллекции есть библиотека колывана воскресенского горного округа то есть библиотека и книги и так далее и тому подобное психологические древности неплохие достаточно плюс у нас археологи на археологи они так сказать из других городов приезжают и смотрят и в общем с интересом плюс можно с уверенностью сказать что в нашей коллекции представлены минеральное собрание ренаванса это 18 век поэтому мы гордимся как предметами которые стояли у истоков создания нашего музея так и те которые сегодня поступает потому что предметы очень быстро из и уходят из нашей жизни они либо выбрасываются либо теряются либо ломаются поэтому каждый предмет который сегодня нам передается либо в дар безвозмездно либо приобретается у вас есть специальные фонды денежные финансовые возможности что-то покупать я понимаю что конечно они наверное ограничены по всей видимости министерство культуры сегодня алтайского края большие деньги вообще вот ежегодно выделяется на обновленную пополнение фонда ну я думаю что я не раскрою большую тайну краеведческом музее ежегодно вот в последние несколько лет выделяется 800 тысяч на приобретение ну не густо раритетные вещи то они дорогие артефакты какие тем более в зависимости от вещи в зависимости от легенды с какой вещью с каким человеком с каким персоналем связана эта вещь конечно сумма абсолютно меняются а вот как по сроку давности вот что для вас является уже действительно значит предметом который может стать частью экспозиции артефактом каким-то вот 30-летний 40-летней давности это вот ну примеру конь пейджер да помните что это такое сейчас же уже никто про них не вспоминает и не знает а вот вы знаете пейджер тоже безусловно но вот отвечая на ваш вопрос вот предположим ради приемники какие-то сла женщина машинка фирмы зингер мы понимаем о том что фондах краеведческого музея есть уже большая коллекция данной фирмы обращаем внимание что столешница не родная выкрашена она в коричневую половую такого цвета краску мы говорим да зачем она нам но начинаем разговаривать с этой женщиной и выясняется что в годы великой отечественной войны войны на этой швейной машинке строчили нашим солдатам гимнастерки и вы знаете вот с уникальной легендой и вот вы знаете эта машинка начинает на глазах превращаться в раритетную уникальную вещь и она попадает безусловно фонды в данной легенды определенная тоже наверное мы не просто не берем вещи да но вот на днях вот где-то вчера даже по моему два-три дня тому назад звонит женщина у меня есть кровать уникальная очень старая я понимаю по описанию что это кровать пятидесятых годов которая сейчас хранится на даче но ее очень жалко выбросить мы понимаем что с этой кроватью то что она была подарена кому-то передано связано какая-то частичка жизни этого человека и наша задача ее сохранить эту вещь эту частичку эту память вода воде на вот я слушаю вас и приходит на он такой вопрос ага уж на на особенные люди какие-то работают чтобы все это почувствовать осознавать вот руководство руководствоваться этим своей работе нужен какой-то особый на на менталитет взгляд вообще на жизнь что за люди сегодня работают музеи и что на на ваш взгляд привлекает их в этой работе и на никак деньги это невелики платят сегодня ну я могу сказать что люди наверное работают одержимые заинтересованные и безусловно любящие свою профессию потому что да я могу отметить то что сегодня заработные платы наверно по сравнению но я не буду сравнивать достаточно небольшие и при этом во всем мире музейные работники получают немного ну так исторически сложилось поэтому работают абсолютно разные люди образование у нас сейчас есть безусловно стандарт что должно быть и высшее образование именно музейная поэтому у нас работает студенты и университета нашего классического и института культуры но то что сегодня в музее в краеведческом особенно работает большое количество молодых людей мужчин которые работают с таким же интересом также одержимы поиском и сохранением этой истории меня это просто радует как директор краеведческого замечательно все таки мужчины есть на кого опереться что-то называется каким все-таки должен быть современный музей вы наверняка как мы уже выяснили поездили по миру видели разные музеи мне тоже доводилось бывать в разных музеях а при же приезжая в любую страну первым делом иду в музее вот и вы знаете меня что удивляет вот это вот современный облик многих музеев наверное у нас в стране тоже вот в центрах москве там питере то есть мультимедийность какие-то какие-то прибамбасы такие знаете то что может привлечь вообще посетителя музея вот мы в этом отношении как мне кажется мы немножко отстаем почему я позволю с вами не согласиться мы может быть даже не может быть мы не отстаем у нас также есть артефакт в наших музеях у нас сегодня во многих музеях есть тач панели которые позволяют делать запускать различные программы видео и так далее тому подобное это второй момент сегодня мы также кстати в музее шукшина на сегодняшний момент вот в ближайшее время да вот 21 музейную ночь открывается голограмма то есть наших посетителей то есть имеется ввиду музей шукшина будет встречать голограмма и это тоже новшество одно из первых наших музеях я расскажу был вот в одном европейском музее посвященном истории первой мировой войны траншея грохот все сверкает дым откуда-то идет и вот такое полное ощущение вот что ты действительно находишься в окопе первомировой там эти восковые куклы там все сделано вообще такой как-то эффект присутствия да что называется это же по-моему не так сложно сделать у нас все достаточно традиционно по старинке все таки ну все что касаемо экспозиционного выставочной работы наверное с вами здесь соглашусь потому что к сожалению площади музеев наших не позволяет делать то погружение о котором вы сейчас говорите то есть если мы берем музей победы в москве да там вот прям каждый посетитель является соучастником у нас ну давайте вспомним наши музеи кровеческий музей памятник это ограниченное пространство гмилика музей литературы искусства это опять же памятник тоже ограниченное шукшина пожалуйста мы любой возьмем уже даже помещение не приспособлены для вот этих вещей исторически сложилось в алтайском крае так что музеи расположены в памятниках федерального краевого значения и это не позволяет вот этого вот нам не хватает единственная масштаба ну и конечно финансирование потому что если мы говорим о примеру московских которых конечно там такое финансирование что гигантские деньги выделяется и на строительство и она оборудование и на там внедрение новых каких-то технологий там супер современных и так далее кстати давайте вот я не сказал так стать в своем вводном слое 200 лет будущем году исполнится нашему музею много лет я помню ходили разговоры о том что двухсотлетие нужно встретить достойно и либо отремонтировать либо даже шел разговор о строительстве какого-то нового здания на площадке вот в районе вот этого музея на ползунова что с вашим музеем происходит вот остался осталось меньше года уже а вы непонятно где вообще находитесь на нескольких площадках базируетесь и в общем как цыганский табор живете ну что будет все таки с музеем что обещать вы знаете я надеюсь что с музеем все будет хорошо но может быть не так скоро пока такие люди работают в этом я не сомневаюсь но надо как-то наверное помочь этим людям тоже но нельзя же вот так вот но не все зависит от нас не все зависит от нашего учредителя и даже не все зависит от нашего правительства потому что хочу отметить то что в прошлом году безусловно где было 222 папы две попытки провести конкурс к сожалению никто не вышел но в этом году становится немного сложнее даже не немного а много по одной простой причине что оборудование которое планировалось это витрины на ползунова 46 немецкой фирмы а сегодня вот с учетом всех про и всего происходящего это становится практически нереально тем более памятник федерального значения но настолько требует данный объект себе к себе такого внимания что наверное наши строительные компании просто боятся той ответственности которая на них может у нас всегда так памятник требует такого серьезного отношения что никто за него за реконструкцию браться не хочет и поэтому памятник этот приходит вообще в руинообразное состояние окончательно вообще то есть и не ремонтирует вроде как дорого и сложно и и и и в общем и не ремонтировать нельзя ремонтировать сложно чем я тоже конечно не поняли я так понял что двухсотлетию приблизительно в том же состоянии музея жиле один из старейших а может и старейший в сибири так и будет встречать к сожалению к сожалению еще раз да к сожалению так и будет понятно ну ладно что ж это печальная вообще новость ну что ж будем ждать наверно лучших времен будем верить и надеяться будем верить и надеяться наступят они когда-то как вы относитесь с частным музеем сейчас прямо такое поветрие я бы даже сказал мода какая-то столько частных музеев но вот на слуху у нас карипанов наверно самый известный музейщик мир времени вот есть еще более мелкие вот рядом со мной там музей филатова да может слышали тоже тут занимаются созданием музея предпринимательства и репрессий какое-то странное сочетание как вы к ним относитесь это конкуренты ваши как вы с ними взаимодействуете и в общем как они пополняют свои фонды как их охраняют берегут у вас то все строго а у них музеи частные я отношусь положительно если частный музей вот допустим мы берем если карипанова музей мир камнем и дверь в дверь с ним находимся музей горная аптека где к предметам относятся вот бережно трепетно сохраняют оберегают я не буду называть есть частные музеи где к предметам относятся ну как простой вещи и очень быстро раритетная вещь может просто исчезнуть знаете вот те музеи которых это музей одного человека там у нас кто музей камня один человек один человек тут мир времени карипанов вот не дай бог что-то случится и что с музеем энтузиаст мы никогда не забудем роль одной роль личности в истории там отдельно взятой страны и так далее и тому подобное да к сожалению в этом есть плюсы и минусы и в частных музеях в частности у частных музеев уходит человек в лучшем случае закрывается в в худшем случае выбрасывается и так далее кстати вот один из примеров вспомните галерея качатурян вот где вот он скончался и все и она распылилась вот где эти уникальные произведения наших художников многие годы собирал ваши деньги вкладывал вопрос обсуждался у передачи художественного музея кармин 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 да уходу художественному музею вопрос как я понимаю не разрешился в этом в положительном все где сейчас где работе знаете разница в чем полотна никуда не денутся они вну в частные коллекции перейдут а здесь то вот вот эти вот экспонаты они могут просто исчезнуть вообще да они существуют пока вот есть музей в стенах музея разойдутся они перестанут существовать тем более у нас история же все развивается по спирали открывали школьные музеи до 60-е годы в 90-е годы все они оказались не нужны куда школьные музеи к сожалению исторически они остались и на помойку более уникальный музей литературный музей помню людмила михайловна стартак часть сохранилась часть выбрасывалась все сейчас новый виток опять вроде начинаем сохранять до сохранять возрождать и вот вы знаете нас иногда мне кажется истоки не очень это наша родовая черта вы знаете и при этом мы все равно верим в лучшее все равно мы начинаем создавать опять вновь школьные музеи начинаем создавать муниципальные сохранять и так далее тому подобное так что такова история наша удивительная история о руль личности да к счастью и к сожалению она очень велика наталья как все таки вернуть публику в краеведческий музей мы говорили там о новых технологиях о строительстве новых помещений без этого тоже нельзя ну просто старое помещение уже наверно нельзя при неудобно вообще просто и принимать так стать посетителей и вот как вернуть в краеведческие музеи сегодня вот путин поставил да президент наш поставил задачу начать знакомства школьников с отечественной истории чуть ли не не с первого класса ну как не в мойку куда как не в музеях вести сначала да им не нужно читать лекции а просто что-то там пулемет показать знамя там какие-то такие вещественные реликвии да вы знаете мне кажется что эта проблема такая системная да мы говорим о том что нам не хватает площадей нам не хватает а может быть финансов и так далее тому подобное но мы можем и должны осознавать что то что мы имеем это уже замечательно и хорошо а говоря о системности хочется пример привести русский музей у нас в санкт-петербурге зал брюлова и айвазовского и вот знаете я была поражена одним фактом бабушка с дедушкой бабушка с дедушка с внучкой года три-четыре она прыгает перед картиной в азовского и бабушка задает ей вполне нормальный вопрос а вот скажи пожалуйста вот здесь море доброе или не доброе и меня поразило насколько девочка начинает описывать данную работу практически давать анализ когда наши уважаемые взрослые приводя в школу или в детский сад садятся или вообще заходят свой телефон и не общаются и считают что эта роль либо школы либо музея я думаю что так нельзя сегодня и школы и музеи мы параллельными путями делаем одну задачу а получается как у крылова иногда авосы ныне там то есть вы считаете что тут если вспоминать крылова лебедь рак и щука это родители школа и музей да я так нам нужно если мы говорим о конкретной задачи привлечь до заинтересовать заинтересовать детей там родной истории отечественной истории в первую очередь да то здесь как бы вот такое три единства до родители школа школьный педагог и вы наверное как педагоги музейные и каждый должен да в какой-то степени взять на себя вот эту ответственность вот я понимаю сегодня школа школа да есть у нас эстетика безусловно к нам едут школы с экскурсиями на на квесты на мастер-классы и так далее то есть то те формы которые мы предлагаем они разнообразны но безусловно мы говорим о том что может быть их нужно еще больше расширять но при этом я понимаю что школ сегодня чтобы вывести класс нужно написать огромное количество писем учредителю автобусы то есть бюрократия а вот маленький упростить все это дело в конце но это ж все в наших силах вообще на самом мы сами это все придумали значит самим нужно от всего этого избавляться я так понимаю ну пришло время наверное как это сказать момент истины наступил вот сейчас вот для многих так сказать вещей нужно что-то отменять от чего-то отказываться отменять как-то жизнь вообще музей если задача такая стоит музей со своей стороны мы видим и осознаем мы пытаемся сегодня подстраиваться под те изменения которые к нам предъявляет наше общество особенно молодое общество но наших одних усилий нет надо вместе понятна того не ну давайте немножко лично у вас пора спрашиваю если у вас хобби увлечение чем чем вы может быть собираете спичечные коробки марки мне коротков сказал что ему запрещено собирать какие-то коллекции поскольку поскольку конфликт интересов чтобы это кстати не возникал здесь это действительно так ну я соглашусь наверное со своим коллегой тем более если не коллекционирование то что то я очень люблю читать и гулять прогулки особенно по по лесу будь это лыжи либо пешие прогулки они наверное перестраивают мое внутреннее состояние и моё моё мышление любую погоду ну если конечно не ураганный ветер путешествовать я так понимаю что да да любимое место плюс книги конечно книги я сейчас прошу это отдельный разговор и путешествиям путешествия и бывали любимые места может быть самый я очень люблю санкт-петербург я просто обожаю этот город его улица его здание этого города и вы знаете наверное он не отвечает также любовью потому что не всегда везет смогу здесь и купому должен предъявить санкт-петербург да это как бы особое такое место ну коли о книгах назовите любимую книгу любимого писателя любимую музыку и любимые фильмы может быть ну давайте начнем я не позади а фильмы я люблю разные фильмы в большей степени наверное вот если можно один из последних фильмов который на меня произвел впечатление он называется вавилон 2006 года мексиканский режиссер и вы знаете он меня поразил потому что в фильме прекрасно показано предпосылки которые были заложены человеком немного ранее для тех событий которые свершились в этом фильме и меня не всегда вот этот вот но может быть связи с тем что я историк в связи с тем что историк нет 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 абсолютно не связано посмотрите вот настолько у нас вавилон 2006 года прям посмотрите с фильмом определись музыку какую любите классику легкую классику я уже любимый композитор я просто люблю поэтому я часто хожу филармонию очень часто но и когда настоящий музейщик любимый город санкт-петербург хоть хожу филармонию но теперь тогда про книгу чтобы как говорится вишенку на торте читать если любите ну может быть что сейчас читаете ли самую любимую наверно я могу разочаровать наших зрителей до зрителей я побывала вот недавно в командировку в тюмени и мне там подарили книгу козлова о николай втором потому что тюмень тобольске связанную такую вот хотя нет я люблю психологию я люблю исторические да и исторические вот такие безусловно без истории куда потому что это моя такая такая профессиональная ниша поэтому разные книги ну спасибо большое что пришли спасибо за разговор вам спасибо будем завершать сегодня мы поговорили с директором алтайского государственного краеведческого музея наталья вакаловой на этом все берегите себя ходите в музей в том числе и в наш краеведческий музей не будьте пешками в этой жизни всего доброго встретимся через неделю